Ваш вопрос, на него очень трудно ответить, что же они все-таки приняли, потому что то, что они приняли, мы пока еще не видели. С точки зрения того, что было доступно на сайте Верховной Рады, вторая редакция, предложенная к обсуждению законопроекта, вернее, редакция подготовлена ко второму чтению, вывод главного юридического управления и сравнительная таблица с более чем тысячей поправок, большинство из которых, как мы знаем, было отклонено. Поэтому то, что пойдет на подпись Януковичу, я думаю, будет еще дорабатываться, утрясаться, подделываться, так сказать, подрихтовываться, потому что в таком обилии поправок, которые непонятно кем образом, так сказать, учитывались ли, с учетом замечаний экспертного управления, очень трудно достоверно говорить о том, что мы имеем какой-то продукт, который в том виде, в котором он был доступен, с учетом всех изменений, будет обнародован. Значит, что имеется в виду? Ну вот один штрих, то есть, понимаете, достаточно одного нюанса, чтобы усомниться в том, что мы можем содержательно говорить о всех деталях, такой нюанс связанный, например, с ограничением верхнего размера пенсии. Значит, нам всем после голосования было объявлено, что кратность, так сказать, минимальная, максимальная 1,10, в то время как доступный мне, и не только мне, общедоступный текст законопроекта, подготовленного к автору редакции, ко второму чтению предполагал диапазон 1,14. Далее, в выводе главного юридического управления по второму чтению была сказана, в принципе, обнадеживающая вещь, что из подготовленного ко второму чтению законопроекта были изъяты наиболее одиозные нормы, связанные с повышением пенсионного возраста. То есть я не поверил своим глазам, когда это прочитал. Вот после его принятия все-таки нам сказали, что все-таки пенсионный возраст повысился. Поэтому вот с учетом вот этих трудностей, так сказать, окончательных достоверных суждений о том, что же все-таки принято, а также, учитывая то, что Кнапкадавы, которые называют себя народными депутатами, не образовывали, по общему принятому мнению, большинства Верховной Рады, значит, трудно говорить о том, что этот законопроект принят в соответствии с процедурами, установленными самим, самой Верховной Радой. Поэтому тут очень много неопределенностей, поэтому можно говорить только о том, что мы видим тот текст, который был вынесен на повторное обсуждение. Так, вот на самом деле, с учетом тех нюансов, о которых я уже сказал, к чему сводится так называемая пенсионная реформа? Она сводится банально к двум моментам. К поднятию пенсионного возраста и к повышению необходимого стажа, дающего право на получение пенсии. То есть практически в чистом виде эти два требования содержатся в требованиях МВФ, как условия предоставления очередного транша. И с точки зрения требований МВФ, этот законопроект отвечает им в полном объеме, так и открывает путь для обсуждения вопроса о получении очередного транша. Решается ли при этом задача пенсионного реформирования? В том виде, опять-таки, в каком доступны материалы? Однозначно нет, поскольку пенсионная реформа, вообще говоря, напоминает мне телегу, поставленную перед лошадью. Потому что, в принципе, пенсионная система – это функция от зарплатной системы. В свою очередь, зарплатная система – это функция от экономики. Поэтому, естественно, если экономика тенизирована, по общепризнанному мнению, больше половины экономики находится в тени, соответствующие финансовые потоки не учитываются, зарплата по этим финансовым потокам не попадает в официальные ведомости, на нее не производится начисление в пенсионный фонд. И, соответственно, без учета этого момента, бессмысленно говорить о каком-то профессионализме и компетентности проведения пенсионной реформы. Потому что, значит, без обсчета этих параметров предварительного, на мой взгляд, не только бессмысленно или аморально, а просто глупо говорить о повышении пенсионного возраста. Потому что, если мы не знаем, какие реально финансовые потоки в государстве вращаются, то утверждать о том, что пенсионный фонд имеет какой-то дефицит, ну, по меньшей мере, странно. Потому что для начала нужно было бы вывести экономику из тени, вытащить эти финансовые потоки на поверхность, пропустить их через бюджет, через соответствующее начисление, посмотреть, сколько мы тогда получим реально денег, и не перекроет ли эти поступления тот самый текущий дефицит пенсионного фонда. Поскольку пока что не просматривается вообще ничего в плане детенизации экономики, детенизации зарплат, создания здоровых предпосылок для экономического роста, то, в принципе, тот кризис, реальный кризис пенсионного фонда, который мы имеем сегодня, та реальная проблема, она бесспорно ужасающего соотношения количества работающих, количества пенсионеров, стремительно приближающегося к пропорции один к одному, то есть когда действующая официальная зарплатная система действительно будет неспособна обеспечивать солидарную систему, то без решения этих проблем мы просто немножечко отсрочиваем наступление этого кризиса, то есть коллапс пенсионного фонда, потому что действительно, если ничего не делается, нет никаких признаков, что оно будет делаться, то вопросы, которые решились сегодня, то есть отсечение людей, которые могли бы претендовать на пенсии в предстоящие 5 лет, путем повышения пенсионного возраста, действительно якобы решают задачу дефицита пенсионного фонда, но когда мы посмотрим на количественные параметры этих вещей, то мы видим, что ничего оно не решает на самом деле, потому что там экономия миллиард два в лучшем случае, а дефицит 34 миллиарда с лишним, поэтому, естественно, сама по себе вот эта мера ничего реального для решения проблемы дефицитности пенсионного фонда не дает и дать не может по определению, поэтому на самом деле это кажущееся облегчение, это не на долгий срок, это отодвинет этот коллапс, а условия преодоления коллапса лежат в совершенно другой плоскости, и эта плоскость совершенно не затронута, вот поэтому это с точки зрения экономической, с точки зрения правовой, тут тоже масса вещей, которые связаны с правом и параллельностранственностью, почему, потому что есть ощущение видимости справедливости при решении проблемы, там ограничения вип-пенсии и так далее, но на самом деле есть же и несколько решений конституционного суда, признавших эти ограничения незаконными, то есть заведомо закладывается неконституционная норма, которая автоматически, естественно, будет отменена в отношении наших уважаемых, так сказать, слуг народа, да, а в отношении сужения прав миллионов людей в плане обрезания им пенсии, так сказать, нищенских, и без того, естественно, трудно надеяться, что Конституционный суд, наш самый Конституционный суд в мире, учтет интересы миллионов простых людей, которые не имеют такого влияния. Поэтому с этой точки зрения невозможность прожить на существующие мизерные пенсии для людей, она усилится, поскольку пенсии будут уменьшены, так, и при выходе на пенсию люди будут заведомо получать меньшие пенсии. Поэтому что, о чем думаете Гибко, когда он, так сказать, с удовольствием сообщает, что вот в ближайшие несколько месяцев пенсионеры, получающие пенсию в 600 гривен, получат очень серьезную прибавку в 100 гривен, которую они ощутят, естественно. Ну, это человек, просто живущий в мире иллюзия, наверное, естественно, цифра 600 гривен, ему ни о чем не говорит, потому что он давно живет не на 600 гривен. То есть он может думать, что 100 гривен при пенсии 600, это существенно, в то время, когда прожиточный минимум там 1600, допустим, да, поэтому, когда, какая разница пенсионеру, от какой суммы он умрет, от 600 гривен или от 800, или даже 1200. То есть тут вопрос, так сказать, уже переходит в моральную плоскость, хотя, ну, желательно от нее удерживаться и находиться, так сказать, в рамках беспристрастного анализа, но сложно. Сложно, почему? Потому что на самом деле надо учитывать еще нюансы, не только связанные с пенсиями, а с общей обстановкой правового беспредела, правового нигилизма в стране и с общей обстановкой последовательного сужения прав граждан, которая закладывается в правовую систему последние полтора года. Не сильно заметным прошел пока что тот факт, что буквально в последние часы перед выходом на каникулы парламент протащил в общей суматохе закон о судебном сборе. Это еще, думаю, будет отдельная тема, популярная для обсуждения в нашем обществе. Почему? Потому что в том виде, в каком этот закон, опять-таки, доступен на сайте, и то, что там заложено, свидетельствует о гарантированном отсечении миллионов простых граждан от правосудия. То есть суд теперь станет просто не по карману простому человеку, поскольку резко повышены ставки судебного сбора для гражданских исков. Совершенно чудовищно повышены ставки для хозяйственных исков. И, например, уже я знаю случаи, которые гарантированно можно предугадать. Когда, например, стандартный хозяйственный спор, выход учредителя из общества с ограниченной ответственностью, который раньше требовал порядка 300 гривен, пошлины, уплаты, сейчас начинает от 900. То есть если уставный капитал, у них может быть 3000 или сколько-то там так. Но это тот детали, но смысл в том, что философия законотворческой деятельности правящей верхушки как раз направлена на то, чтобы с одной стороны отобрать последнее у людей, а параллельно с этим лишить их возможности пытаться сохранить это последнее, хотя бы обращаясь на самый гуманный суд в мире. Поэтому на выходе о пенсионной реформе, на мой взгляд, говорить бессмысленно, потому что это имитация реформы. Единственное, что решена задача. Задача доступа к траншу МВФ в плане выполнения его, так сказать, прямых, тупых, простых требований, связанных с повышением пенсионного возраста. И параллельно попытка ощутить гордость от того, что, наконец, мы якобы сбалансируем пенсионный фонд путем наперсточных норм, которые отсекут значительные массы людей от получения пенсии. Назвать это пенсионной реформой язык не поворачивается. Вот, собственно говоря, первые впечатления. Повторяю, это впечатление от того материала, который доступен на сегодняшний день, в том виде, в каком он был выложен на сайте Верховной Рады. Вот, но, повторяю, зная наперсточные способности наших законодателей подменять, подкладывать, подсовывать, так сказать, искажать и подделывать законопроекты, давайте подождем, пока все-таки мы сможем увидеть тот текст, который будет отправлен на подпись Януковичу.